Приветствую вас. Суть вопроса в том, что автора тиранит муж, тиранит бывшая жена мужа, и соответственно муж автора подозревает ее в измене, откровенно говорит ей про измену, и как бы издевается на протяжении шести лет, не уходит без нас, как говорит автор, жить не может, не уходит, уходит и возвращается. Собственно, без кого нас, в первую очередь, наверное. Это первый вопрос. Второе, на все хочу обратить ваше внимание, ну это личная ответственность, потому что то, как вы описываете ситуацию, что раньше, когда он вам такое предъявлял, вы скандалили, а теперь стали легко смотреть на его тупость, точку поставить могу уверенно в себе, но он не уходит и не может спокойно жить. Это говорит о том, что вы как бы личной ответственностью здесь не обладаете, в том смысле, что почему-то решение должен принимать человек, а не вы. Почему-то уйти должен он, а не вы. И я не в смысле сейчас того, что вы должны уйти из своей квартиры, нет. Я сейчас в смысле того, что вы можете просто не пускать человека на дорогу, можете просто оформить, как бы, запрет на приближение и все. Вы можете выгнать его со своей площади, но вы этого не делаете, несмотря на то, что человек издевается и так далее. Вы хотите, чтобы он ушел, но не хотите ничего сделать для того, чтобы он больше у вас не появлялся. Вот. И получается, что вы здесь к нему привязаны. Несмотря на то, что вы скандали и скандалите, несмотря на то, что сейчас вы вроде как говорите, что все легко стали смотреть на его тупость и так далее, и вообще вы как-то его в целом обесцениваете, у вас к нему привязка. Вот и вся история. И судя по тому, что у вас не сложились отношения с первым мужем, я думаю, что здесь есть какая-то системная история. Системная история, что вы не берете личную ответственность за то, чтобы делать так, как лучше вам. Все время ожидая, вероятно, от других людей, что они сами что-то поймут, сами что-то сделают и так далее, а они все никак-никак не делают. Вот это вот очень, как мне кажется, печально. Итак, мне интересно, как лучше вести себя с мужем, который на протяжении 6 лет тупо издевается, не доверяет, не может без него жить, не уходит, уходит и возвращается. Как лучше себя вести, чтобы что? Возможно, самооценка нулевая у него, а у вас какая самооценка. Ведь обратите внимание, вы почти не говорите о себе, вы говорите о нем. Какое нам дело до самооценки вашего мужа? Нам есть дело для вашей самооценки. Возможно, воспитание среди четырех сестер мамы в однорастилы и бывшая жена просто кошмарная с тремя детьми сервизировала меня в все эти годы. Понимаете, да? То есть, опять же, вы здесь говорите про других, но не про себя. Сейчас успокоилась, что он не платил или редко замыли алименты, безответственного мужа проклинала до последнего, имеется в виду бывшая жена. А видеть при чем? Если видеть синяки на моем теле, говорит, встречалась, наверное, с первой любовью, и он тебя наказывал. А синяки у вас откуда появлялись? Таких-то даже миллион, когда еду помогать за ловке с гостями, он такой, а что? Преклянись на быть многоденок к мужчине, друзей за ловке или ее мужа? А человек ревнует. 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 Я больше не вернует собой. Да, это правда, но вопрос, как вы с таким мужчиной вместе оказались и продолжаете быть. Если же с коллегами не возьму трубку, скорее всего изменяю и так далее. Как не позволять нарушать мои границы? Но для начала давайте постараемся отыскать их, где они, где ваши личные границы, как вы их чувствуете, как вы определяете их. Что лучше сказать таким глупым? Может быть просто не быть глупыми людьми, если вы считаете глупыми. А значит, странно получается, вы тратите свое время над того, кого считаете глупым. Странно. Соглашаться, типа того, или сказать, что мне так нельзя, если не добираешься, не живи, уходи. Это манипуляция, дело в том, что он не уйдет, ему нужно вас обвинять. Вы про созависимость почитаете, там все достаточно подробно на эту тему написано. Недавно он устроился на работу, мне помогал финансовым, квартира моя. Сама работаю в успешном компании, две дочки, одна общая, другая от первого. Вот, ситуация здесь сложная, сложная, но усугубляется тем, что дочь от первого мужа постоянно напоминает вашему настоящему мужу о том, что вы были с кем-то еще. Если человек не верен в себе, это влияет. Но по большому счету дело в вас, а не в нем. Вот. Дело в той некоторой дикотомии, что вы описываете себя как успешного человека, но в то же время почему-то, почему-то позволяете себе быть глупым через глупый мужчиной. Зачем? Так, я помню, когда первый раз проявлял такое дуренье, я была в ярости, сказал, да, почему в ярости, вот интересно, почему в ярости. Откуда ярость? Кстати, ярость, вы знаете вообще, что такое ярость? Ярость, это как это детское чувство, когда нам хочется, чтобы нас успокоили и обняли. Ярость, это не про злость. Так что, довольно интересно. Так, скандалы многочисленные. Ну, здесь психологически игра, скандалы, решите, будет полезно. После собеседования, приехал домой, быстро, чё так быстро, с кем-то спала, говорил мне, я была в бещенстве в то время. А, отчего? То есть, это как-то вас задевало, ну, как? Вот, странно, немного. Значит, сейчас я смотрю легко, могу поставить, на его дубы точку могу поставить. Что это значит, уверенность в себе? Да нет, я бы не сказал, я бы не сказал, что вы не уверены в себе, к сожалению. Вот. Потому что ваши, что называется, дела расходятся с тем, что вы сами о себе говорите. Вот. А значит, получается, что вы же, что вы себя, вы себя обманываете. То есть, самообман. Ну, вот с этим, в первую очередь, и нужно работать. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго.